Атомный ледокол «50 лет победы» отправился к Северному полюсу 13 августа из Мурманска. На следующий день корабль прошёл землю Франца Иосифа. Это была последняя встреча Ксении с сушей до самого полюса. За 10 дней, проведённых в походе, жительница Десногорска познакомилась с захватывающим и неповторимым миром Арктики, наблюдала за касатками, белыми медведями и проплывающими за бортом айсбергами. Однако первые дни пребывания на судне оказались не самыми простыми для хрупкой девушки. Когда мы были в Баренцевом море, нас предупредили, что у нас мини-шторм и что ледокол может качать. Но я думала, такая огромная вообще махина, как её может качать? Но была качка. У меня в первый день только проявлялась какая-то морская болезнь, мне было нехорошо. И я боялась, если честно, я боялась, что будет так и дальше. Думала, блин, что же делать? Но в принципе мы вот этот участок, где качало проплыли, и потом вообще ни разу ничего не было. За время своего путешествия Ксения узнала о развитии атомного флота, погрузилась в историю освоения Арктики и её природных объектов. Девочка приняла участие в уникальных творческих мастер-классах. Она познакомилась с особенностями актёрской профессии, а также стала участницей фестиваля мультфильмов. В качестве наставников для неё выступили музыкант Тимур Ведерников, телеведущий Валдис Пельш, актрисы Елена Яковлева и Анастасия Макеева, а также другие звёздные пассажиры атомного ледокола. Это вообще что-то невероятное. Настолько красивые пейзажи, настолько весёлые, настолько общительные люди. К тому же знаменитости просто вокруг. И это вообще какой-то вау. По счастливому совпадению на Северном полюсе Ксюша встретила свой день рождения. Капитана томохода подарил девочке возможность связаться со своими родителями по спутниковому телефону. Мы не ожидали, потому что знаем, что связи нет. И первый раз мы так долго без связи друг с другом. Мы не знали даже, что спросить, как сказать. Мы поздравили с днём рождения и спросили, как тебе нравится, как вообще твои эмоции. Услышав её голос, мы поняли, что там очень хорошо, что ребёнок очень доволен. И дальше ждали с нетерпением возвращения. Финальным аккордом путешествия Ксении стало участие в зажигательных флешмобах. Вместе с другими членами экипажа она развернула государственный флаг, после чего выполнила свою главную миссию – установила флаг Десногорска на вершине планеты. Я участвовала во множествах конкурсов школы Росатома. И каждый раз я получала какую-то награду. Но я считала, что я столько сил в это вложила, но почему вот так? И когда мне сказали, что я еду на Северный полюс, я поняла, что всё окупается. Рано или поздно за всё придёт награда. И нужно быть активным. Нужно стараться, нужно стремиться. Нельзя сидеть на месте. Пример Ксении наглядно демонстрирует, как тяга к знаниям и интерес к учёбе способны открывать новые возможности и расширять границы. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.